На вторую шагу, я закрываю. Ездить безлимитно в Бийске сейчас можно только на трамваях. И это при условии наличия в кармане проездного билета. На автобусы такая льгота сегодня не распространяется. Однако, как стало ясно после выхода программы «Я в Бийске» есть мнение, и публикации статьи на сайте «Бийске рабочие» на тему транспортных затрат для школьников и студентов, спрос на единый проездной довольно высокий. Подтверждение тому – обращение бейчан в городской транспортный диспетчерский центр. Электронные проездные билеты для школьников и студентов необходимы гражданам. Это следует из того, что к нам в диспетчерскую поступают и звонки от пассажиров, и обращения на сайт. То есть их не единичные случаи, их очень много. Не возражают против внедрения электронных проездных для детей и автоперевозчики. Карта школьника отчасти облегчит работу кондукторов и водителей. Это избавит экипаж от необходимости отсчитывать сдачу. И убережет юных бейчан от проезда в автобусе «Зайцем» в случае, если он потеряет наличность. Все, что касается детей, всегда готовы помочь. Студентов можно возить. И школьников возили попрендую. Почему бы нет? У нас часто бывают проблемы. Школьник поехал. Хоп, нет, у него денег. Деньги потратил на что-то другое или на что-то еще потратил. Или дома приезжает и говорит, что потерял. А кондуктора же, сами понимаете, кто-то хоп, вылез и делал без денег. Зачем это все избирать, а проще? Проездной билет. Вообще без вариантов. Просто много пассажиров, школьников и их родителей задают вопросы, почему трамвайный парк предоставляет эти услуги, а мы не предоставляем. И это негатив создается дополнительный. Конечно, мы относимся к этому положительно. Дети, которые занимаются, допустим, не только в школу ездят, но и какими-то спортивными, культурными, дома творчества ездят. Есть жители, дети, которые живут в Угленевске, поселке Нагорном, куда не ходит трамвай, а которые тоже хотят получать определенные привилегии от города, допустим, чтобы тоже могли ездить. Сегодня проездной билет бумажный и действует он только в электротранспорте. Однако в Бийске есть техническая возможность изготавливать пластиковые карты, которые будут действовать и в трамваях, и в автобусах. Компания ООН-ОРТ имеет техническую возможность для реализации транспортных карт школьника и студента в системе. Реализация эта займет не более двух-трех месяцев. Наработки уже есть с 2017 года, но пока данный проездной востребован не был. Говорить о запуске единых электронных проездных карт для школьников и студентов в Бийске пока рано. Так же, как и о сумме абонентской платы за месяц. Но однозначно их внедрение позволит бийчанам сэкономить семейный бюджет. Анастасия Исаева, Иван Зябрицкий, Будни.